Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Рада вас приветствовать в своем новом видео. Сегодня хотела бы с вами поделиться вечерней рутиной, показать те дела по дому, которые я делаю вечером, для того, чтобы мой следующий день начался легко и позитивно. Поэтому, если вам интересно, обязательно продолжайте смотреть. Моя вечерняя рутина начинается с приготовления ужина, салатика, в общем, делаю все, чтобы накрыть стол к ужину. Сегодня готовим очень простой, быстрый ужин. Буду делать жаркое. Для жаркого мне потребуется картофель, я уже его начистила. Буду сейчас отваривать. Покажу вам рецепт. Куриные ножки, морковь, лук. Также хочу сегодня запечь свиную шею вместе с чесноком со специями. Буду запекать в фольге. Ну, такая получится, как вот буженина. Можно есть и в горячем, и в холодном виде. Также мне нужно сегодня сварить суп на завтра, чтобы уже был. И буду готовить десерт. Тоже хочу приготовить быстрый, вкусный десерт к ужину. Ну, и, конечно же, салатик с зеленью. Начинаю я готовить, подготавливаю ингредиенты для жаркого. Для этого лук нарезаю меленько. Морковь буду натирать на терке. И отдельно нарежу картофель, буду его отваривать. Вообще ужин я начинаю готовить где-то за полтора часа, до того, как мы садимся за стол. Обычно это происходит в промежутке 6-6.30. В такое учебное время упирается, когда детки приезжают из школы. Навсегда по-разному, потому что дорога непредсказуемая. Поэтому обычно где-то я либо в 5, либо пол пятого начинаю готовить ужин. Еще зависит от того, сколько блюд я планирую приготовить. Надо мне еще варить суп, планирую ли я делать какую-то выпечку и так далее. Но сейчас лето, дети в школу не ходят, поэтому такой режим у нас более расслабленный. Лук и морковь я нарезала. Немножко их нужно спассеровать. И нарезаю картофель. Картофель не очень мелко, не очень крупно, чтобы все это было гармонично, жарко и удобно было есть. Поэтому нарезайте так, как вам больше нравится. Где-то вот за полтора часа я начинаю именно уже готовить. А вот, например, если мне нужно начистить овощи, что-то промыть, я это делаю заранее. Могу даже это почистить и в середине дня подготовить к ужину, чтобы долго не стоять потом плиты. Картофель отправляем отвариваться. Нужно довести до кипения. А к луку с морковкой я добавляю курицу. Я уже ее промыла. Не добавляю ни масла, ничего, потому что курочка даст свой жирок. Нужно, чтобы она схватилась. Доводим картофель до кипения. Дальше туда будем добавлять уже курочку нашу с овощами. Также сегодня хочу приготовить пужинину. Это не на сегодняшний ужин у нас, а, например, в течение недели на бутерброд или в качестве горячего блюда. Я люблю нарезать такое мясо себе в салаты. Мы будем использовать свинину. У меня здесь шеи я хорошо промыла, обсушила. Делаю надрезы для того, чтобы специи, масло, соль все лучше проникло. И эти отверстия буду начинять дольками чеснока. Где-то взяла 4 зубчика чеснока, нарезала их на дольки и начиняем наше мясо. Мясо я готовлю по-разному. Реже готовлю свинину. Чаще всего я готовлю индейки. Но, к сожалению, в магазине у нас тут у дома не оказалось короткие индейки. Поэтому купила свинину в этот раз, свиную шею. Она просто более жирная. Я, если честно, не очень люблю. Но вот можешь ест с удовольствием. Мне больше нравится индейка. Мариную тоже по-разному. В этот раз натерла солью, паприкой обычной сладкой, сушеным чесноком. Немножко черного перца. Забрызгиваю оливковым маслом. Все хорошо натираю. Заворачиваю в фольгу и выпекаю при температуре 200 градусов в режим конвекции где-то час. Ну, проверяйте. Потом будете разрезать мясо и поймете, готово оно или нет. Вмещаемся на кухню. Курочку у меня схватилась, поэтому я ее солю. Добавляю сушеный чеснок и паприку. Такая, знаете, это у меня классическая тройка специй. Часто их добавляю во многие блюда. Еще раз все хорошо перемешиваем. И даем объединиться вкусом и ароматом. Сегодня я буду отваривать бульон для супчика. Завтра уже буду заправлять. Я готовлю харчо на курице. Здесь у меня курица. И добавила сушеные специи именно для бульона. Также сегодня буду готовить меренговый рулет. Поэтому отделяю белки от желтков. У меня 6 белков. И начинаем с щепоткой соли все это взбивать на низких оборотах. Вот показываю вам как есть. Возможно здесь нет какой-то эстетики. Но мне нужно было успеть к ужину. Ножки тоже схватились. Картошечка точнее закипела. Перекладываем. И все это будем сейчас вместе варить. Где-то минут 30-40. У нас прям курочка должна от кости отходить. Все должно быть очень-очень мягким. Можно добавить лавровый листик. Подготавливаю сахарную пудру. У меня где-то наверное грамм 200 сахарной пудры. Я буду добавлять. Добавляю в миксер. Все это начинаю хорошо взбивать. До плотных-плотных пиков. Я готовлю и снимаю. Отвлеклась. И почему-то я вбила только 3 белка. Потом вспомнила. И отдельно еще взбивала. Добавляю столовую ложку лимонного сока. Как раз таки возвращаю белки. Еще 3 белка, которых отдельно взбивала. И добавляем сюда крахмал. Он нам нужен для того, чтобы наш меренговый рулет хорошо сворачивался. И все. Тесто на наш рулетик готово. Десерт простейший. Готовится, мне кажется, просто за 10 минут. Масса у нас готова. Основа для рулета. Распределяем ее по противню. Застелите пергаментом. Берите пергамент хороший, от которого все это с легкостью отойдет. Весь наш рулет. Распределяем 160 градусов буквально на 20 минут в духовку. Я еще решила сверху посыпать миндальными лепестками. Но это совершенно не обязательно. К жаркое будет у нас и салатик. Ну, салатик отдельно, жаркое отдельно. Потому что салат у нас будет с красной рыбой. Я промыла рукулу. Выкладываю ее в салатник. Дальше нарезаю 1 огурец. Сюда можно добавить и авокадо. У меня только огурец. Также нам потребуется 1 апельсин. Хорошо его очистите. Я очищала прям ножом, чтобы вот эту вот белую прослойку между самим апельсином и цедру убрать. Потому что она горчит. Также убираете все вот эти перепоночки, пленочки, косточки. И апельсин нарезаем небольшими кусочками. Повторюсь, можно добавить сюда также авокадо для более сливочного вкуса. Дальше берем слабосоленую красную рыбу. В серединку помещаем творожный сливочный сыр. Сворачиваем вот таким рулетиком. И выкладываем в нашу тарелку с салатом. Получается нежный, вкусный, сочный салатик. Очень легкий. Я, например, ужинала только вот таким салатом. Жаркой я не ела. Вот. Поэтому получается обалденно вкусно. И приготовим к нему также очень вкусную заправку. Сейчас вам ее покажу. У меня здесь красной рыбы буквально 150 или даже 100 грамм. Ну, достаточно для того, чтобы всем поесть. Берем оливковое масло для заправки. Дальше 1 чайную ложку меда. 1 чайную ложку зернистой горчицы. Дальше выжимаем сюда сок половинки апельсина. Он как раз таки придаст тоже сладость нашему соусу. Обязательно попробуйте на соль, на перец, на сладость. И для того, чтобы соус лучше смешался, мне нравится переливать его в такую бутылочку. Я хорошо встряхиваю. И такая получается однородная эмульсия. Ну и сбрызгиваем наш салат. Добавляем соль, перец. И можно подавать к столу. Пока есть время, быстренько выставляю тарелочки, стаканчики, столовые приборы. Ну и блюда по мере того, как у меня готовится, тоже выставляю на стол. Я люблю делать все параллельно. То есть появляется свободная минутка, накрываю на стол, появляется свободная минутка. Перемываю посуду, которая уже испачкала, для того, чтобы когда я закончила готовить, можно было просто сесть за стол, поужинать и все. И не было горы посуда. Готовим крем. Смешиваем сливки 33% жирности. Взбиваем их прям уже, чтобы они стали густыми. Дальше добавляем сахарную пудру, творожный сыр. Еще раз все хорошо перемешиваем. Это будет нашим кремом. Корж у меня испекся. Я его переложила, видите, я сняла пергамент, переложила на полотенце. На корж выкладываем наш крем. Я оставляю совсем чуть-чуть, чтобы сверху еще украсить. Распределяем ложечкой. Так как крем сладкий, я люблю добавлять кисленькую клубнику. Это еще замороженная клубника с прошлого года, перебитая с небольшим количеством сахара. Поэтому такая свежая кислинка от клубники здесь будет очень-очень уместно. Такие полосочки делаем и сворачиваем наш рулет таким образом, чтобы, например, где у меня миндальные лепестки, остались сверху. Края неровные, неаккуратные, можно срезать. Ну и сверху я решила также украсить быстренько наш рулет. Добавила крем, немножко перебитый клубники и купила черешни. И добавила ягодки черешни тоже сверху. Вот такой вкусный быстрый рулетик у нас получился. И мне осталось только переложить в красивую посуду. Вот такая у меня супница языки. Переложить наше жаркое. Мне тут Леша помог, получилось не совсем аккуратно, но как есть. Ну и наш быстрый вкусный стол готов. Здесь нет ничего особенного. Салат, горячий и быстрый рулетик. Сейчас вам, кстати, покажу, какая получилась у нас боженина. Мясо невероятно сочное. Покажу вам сейчас свой заказ из магазина Luxe Pots. Здесь у меня пауэрбанк, я его приобрела для себя. И наушники, часы, ремешок, футляр для наушников. Это я взяла на подарок подросткам. В магазине представлены только очень качественные копии. Поэтому я хочу вам сейчас показать часы. Это седьмая серия. При помощи колесиков можно выбирать разные-разные дисплеи. Они здесь представлены просто на любой вкус и цвет. И также очень хотела бы обратить внимание ваше на качественный и безрамочный дисплей. Также здесь есть кольца активности. Есть функция поиска телефона с часов. Вот так вот. Функция измерения пульса и кислорода. Также на часах есть разные фитнес-режимы. Прогулка, бег, велосипед, баскетбол, футбол. Их тут огромнейшее количество. Можно выбирать. Вот так выглядит основное меню. Соответственно, вы можете отвечать на звонки при помощи часов. Здесь всплывают абсолютно все уведомления. Все-все-все, как в оригинале. Также в данных часах есть фонарик. Вот так вот он включается. Это получается белый экран, который будет вам светить. Вот так вот всплывает уведомление. Также на часах в общем меню вы найдете женский календарь. Его можно синхронизировать с телефоном. Я уж не буду показывать. В общем, и пользоваться им. Также у данных часов есть активация на поднятие руки. Видите, что сейчас дисплей не активен. Поднимаем руку. И он загорается. Ну и в целом хочу вам показать часы поближе. Отметить их очень качественную сборку. У данных часов алюминиевый корпус. Керамическая задняя панель. Также меняются ремешки. Я заказала вот такой вот ремешок. Чтобы подарить. В комплект идет вот такой вот стандартный силиконовый ремешок. Они все меняются. Очень красиво, стильно смотрятся. Просто универсальные часики, которые подойдут под любой образ. Ну вот и сами наушники. Покажу вам комплектацию. Внутри лежит, конечно же, провод для зарядки. Есть сменные насадки. Они разного размера. Ну потому что уши у нас у всех разные. Есть подключение с анимацией. Видите его на телефоне. Все отображается. Какой заряд. Какой процент. И у бокса у самих наушников. Так как наушники без проблем коннектятся с айфоном. А здесь вот такой вот функционал. С тем вы можете управлять через свой телефон. Все очень удобно. Конечно, не отключить от оригинала. Также с мужем проверили дальность и работу сенсоров. Все работает просто замечательно. А теперь распаковка Powerbank. Я, конечно, его видела в магазине. И очень-очень его ждала. Потому что он невероятно стильный, красивый. Удобный, лаконичный. Занимает минимум места. Можно положить даже в небольшую сумочку. И такой Powerbank всегда будет теперь со мной. Пользоваться таким Powerbank просто вообще одно удовольствие. Смотрите, у меня телефон в чехле. И он вот так вот примагничивается. И сразу идет зарядка. Посмотрите, насколько это красиво, эстетично. Просто супер. Также Powerbank отображается в виджетах на телефоне. Сейчас вы увидите, как здесь поменяется картинка. Видите, сразу показывается, какой заряд у Powerbank, какой заряд у телефона. Классно. Показала вам всю посылочку от LuxePods. Еще раз повторюсь, что у них только качественные реплики. Вообще очень классные товары. Мы с вами буквально все рассмотрели под микроскоп. Показала все их классные функции. Ссылочку на LuxePods оставлю для вас в инфобоксе. Переходите, выбирайте, заказывайте. Ну и по моему промокоду для вас будет приятный бонус. Скидка в 500 рублей. После ужина быстренько закладываем посуду в посудомоечную машину, если она есть, или перемываем. Замечательно делегировать эту обязанность мужу или детям. А я пошла в сад. Нужно полить в парнике и полить цветы. У нас сегодня был солнечный денек, поэтому вечером нужно поливать. А вообще мы всегда летом после ужина выходим на улицу, если погода позволяет, если нет дождя. И практически вот уже прям до сна мы гуляем. Конечно, по-разному проходит вечер. Мы можем поехать в парк куда-нибудь погулять. Можем просто покататься на велосипедах. Можем остаться на участке, если дети здесь хорошо играют. В общем, вечер проходит всегда по-разному, но на свежем воздухе. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Ну и еще по мере необходимости обрываю у петунии цветочки, которые уже цвели, чтобы побыстрее распускались новые и чтобы всю силу как раз-таки петуния пускала в увеличении количества цветов, чтобы она была такая большая, красивая. А по началу сезона первые-первыхые цветочки, первые завязи я все обрывала, чтобы как раз-таки кустик разрастался. Так как сегодня мы никуда не поехали, ни на велосипедах кататься, ничего, дети прекрасно играли здесь. Я как бы с ними нахожусь и своими делами занимаюсь. Нужно было прополоть вот здесь траву на их детской площадке, потому что заросло все очень быстро. Вот видите, уже какие тут кустарники просто. А детям нужно было собрать песок, который они растащили из песочницы. Кстати, попросила Лизу подать мне ведро, чтобы я траву собрала, видели, да, какая-то мне ведерочка из песочницы подала, но потом принесла то, что нужно. И также сегодня хочу прополоть клумбу, которая у нас вдоль дорожки растет. Там посажены цветы, тоже уже все заросло травой, поэтому нужно было прополоть. Этим я в этот вечер и занималась, дети тут рядышком со мной крутятся, бегают, на самокатах катаются, поэтому как бы вместе они играют. Я тут своими делами занимаюсь, не всегда вечером чем-то занимаюсь в саду, но вот сегодня такой денек выдался. Продолжение следует... 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 Музыка Пока гуляли, собрала еще клубнику, сейчас быстренько помоем детям на вечер перекусить. Буду вытирать посуду, раскладывать все по своим местам. Мне вообще очень нравится чем-то заниматься на кухне именно вечером, потому что вечером у нас здесь закатное солнце, такой яркий солнечный свет на кухне, вот в ванной комнате у нас на втором этаже именно вечером. И мне вот прям безумно-безумно нравится чем-то тут заниматься, потому что ну прям так светло, так солнечно, так классно. И вот сегодня тоже солнечный денек, вы видите, да, прям закатное солнышко бьет в окно, красиво и на столешнице так светло. В общем, обожаю. Ну и когда убираешься, так вечером солнышко бьет сразу, видны все пятнышки, где там что нужно протереть, поэтому вечером могу и фасады быстренько протереть. Вообще, если вижу, например, что там холодильник заляпан или еще что-то, я там не прописываю себе, знаете, там ежедневники, нужно сделать то-то, нужно сделать это, вижу и быстренько все это убираю. Мою плиту, мне тут немножко убежало, так в принципе я готовила аккуратно, но все равно. Вот знаете, как не старайся, а что-нибудь, да, обязательно либо прольется, либо убежит, быстренько по-свеженькому все вытираем. Я пользуюсь просто средством для мытья посуды, никакую специальную химию я для этого не использую. И сейчас буду протирать на обратной, на противоположной стороне столешницу. Всегда вечером наполняю чайник, чтобы с утра проснуться, он был полный. Также мою кофемашину и наливаю полностью резервуар, чтобы опять же к следующему дню на утро кофемашина была и чистая, и резервуар был полностью наполнен. А пока буду еще сегодня заваривать чай. Нам с Лешей на вечер возьму маленький чайничек и как раз там на 2-3 чашечки идеально нам. Продолжение следует... Но в самом конце, когда столешница чистая, когда все чистое, я быстренько протираю раковину металлической губочкой, прохожусь, и мне останется теперь только здесь пропылесосить и помыть пол. Благодаря пылесосу все это делается одновременно, очень удобно, остается чистый пол, без крошек, без пыли, без ссора. Если вам будет интересно, что это за пылесос, буквально в предыдущем видео я вам его показывала, оставляла ссылочки, промокод на скидку. Действительно, действительно, очень достойный, качественный, классный пылесос. Продолжение следует... Холодильник и духовку уже требовали внимания, поэтому при помощи моей помощницы Вилет Дексифайбер, вода, тряпочка протираем и нержавейка, стеклокерамика, все остается идеально зеркально чистым, и это требует, ну, буквально, я не знаю, минуту времени от вас. Теперь убираю наш обеденный стол, убираю пирожок, который мы не доели, собираю крошки и буду мыть пол уже под столом. Тоже люблю раз в день, ну, или если там что-то просыпали, то как бы по факту под столом пропылесосить и промыть, чтобы тоже эта зона была чистая. Также нужно заправить диван, потому что в течение дня я его не заправляю, потому что когда дети дома, это делать просто бесполезно. Он, мне кажется, у нас через 5 минут будет в таком же состоянии. Ну, вот на вечер, чтобы с утра спуститься и как бы везде визуально был порядок, я люблю это делать. Ну, и, конечно, еще один пункт, особенно в летнее время, это разобрать прихожую. Если вы думаете, что это скопилось за неделю, нет, это скопилось с сегодняшнего утра. Вот, мне кажется, дети тут переоболись просто 500 раз, также они 500 раз поменяли верхнюю одежду, поэтому все это нужно вернуть на свои места. Вот, конечно, когда дети дома, больше какой-то уборки такой, вот, знаете, что-то на место положить, где-то там пропылесосить, ну, ничего страшного. Вот, такой у нас летний сезон, убираю все туфельки и тоже быстренько здесь и пропылесошу, и промою пол одновременно, очень-очень удобно. И дальше уже я пойду наверх, нужно будет сейчас помыть ванну, приготовить все деткам ко сну. Вот, я просто вам показываю сегодня именно дела по дому, естественно, там поиграть, погулять, почитать, никто этого не отменяет, я именно вот с такой бытовой точки зрения сейчас мою ванну, мою средством от Эковир, оно экологичное, нет неприятного запаха, я либо им мою, либо жидким хозяйственным мылом, вот чем-то таким, потому что, ну, не хочется, чтобы дети потом купались, и вот этот вот удушающий, химозный какой-то запах был, поэтому вот так мою всегда ванну, подготавливаю детям пижамки, халатики, полотенца, чтобы у них все это уже лежало, вот, также подготавливаю им зубные щетки. Такой, знаете, лайфхак, чтобы вот дети любят, знаете, намазать много зубной пасты на зубную щетку, потом эта зубная паста вся в раковине, я поэтому сама беру зубную пасту, чуть-чуть размазываю ее прям по щетке, чтобы ничего не упало, чтобы все оказалось во рту, и у нас теперь нет такой проблемы, чтобы я отскребала зубную пасту от раковины, вот, так что можете тоже пользоваться таким лайфхаком, и ставлю детям таймер, чтобы они чистили как минимум 3 минуты, несмотря на то, что у нас даже электрическая зубная щетка, и она по времени, они все равно иногда заканчивают раньше, поэтому вот пока работает таймер, чистят у меня зубки. Ну и пока набирается ванна, немножко внимания себе, наношу сыворотку-активатор роста для волос, она прям, знаете, ментольная, и так холодит волос, особенно когда вы только помыли, например, голову, нанесли на сырые волосы, потом сушите, прям вот чувствуется, как там все-все-все работает, ну и покажу сейчас, какими средствами буду пользоваться. Сейчас дети будут купаться, я буду ухаживать за собой, покажу, какие средства использую. Так, на волосы я сейчас наносила вот такую вот серу, система 4, очень классный, им пользоваться нужно 2 раза в день, утром и вечером. Там волос вообще никак не жирнет, но я думаю, вы заметили, я втирала, то есть даже объемчик такой есть. Дальше это мое умывание, вот такое вот масло от бренда Бабр, и фитоактиватор, которым смываешь это масло, кожа после этих средств просто шелковистая. Далее наношу вот такую вот сыворотку, а еще не решила, либо вот эту сыворотку буду наносить, либо сегодня я воспользуюсь ампулами, также у меня от бренда Бабр, мультивитамин. Мой крем для лица, очень легкий, быстро впитывается, и вот такой вот охлаждающий крем под глазки, очень классный, здесь вот такие вот металлические ролики, на лето просто идеально. Из дополнительного ухода у меня сегодня будут вот такие вот масочки, Кристина Феджеральд, это маска для рук, это маска для ног. Мне дают их в салоне, где я делаю маникюр, педикюр, в общем, когда делаю процедуру, отдаю такую масочку домой, и я между процедурами от одного маникюра до другого, где-то в серединке, делаю себе такую масочку, и вот такой вот наношу крем на ноги. Вообще это подходит и для ног, и для локтей, и для сухой кожи. Тоже Кристина Феджеральд, это мне мастер посоветовала, приобретала там же в салоне, очень-очень классное средство, легкое, быстро впитывается и очень приятно пахнет. Ну и последнее на сегодня, это спланировать свой завтрашний день, чтобы проснуться уже с определенным настроем. Огромнейшее спасибо, что досмотрели это видео до конца, обязательно подписывайтесь на мой канал, поддерживайте меня пальчиком вверх, оставляйте ваши комментарии, Ну а мы увидимся с вами совсем скоро, всем пока-пока!